Тебе когда-нибудь хотелось убить своих коллег? Потому что этому человеку кажется, да, я не знаю, как это могло произойти случайно, тут 10 симов одновременно погибло на съемочной площадке. И знаете что? Кое-кто воспринял это как вызов. 11 симов погибают на съемочной площадке. Ashley VHD 10, DovPy 11. У нас есть победители. Как много у вас симов помирало на площадке вот так сразу? Потому что я помню пост, где человек пустил себе в голову абсолютно гениальную идею собрать вечеринку у бассейна в мороз. Пригласил всех друзей, весь район, все попрыгали в бассейн, вы понимаете, что произошло. Те, кто не успели прыгнуть в бассейн, погибли по дороге, потому что переоделись в плавки на морозе заранее. Абсолютно гениально, я считаю. А вы теперь знаете, как заменить целый район соседей. Насчет соревнований, кстати. Главные соревнования всегда с самим собой. И вот то, как строит шестилетка человека, который, видимо, играет в сим. Абсолютно потрясающе. Но соревнования с самим собой, это я к чему. У шестилетки есть прогресс. Дамы и господа, улучшенная версия этого дома. Мне нравится, как много света. Потому что я, как человек, который снимает или фотографирует, абсолютно разделяю, в общем, стремление этого малыша. Обратите внимание на абсолютно инновационную планировку. Но кто может сказать, что здесь недостаточно пространства? По-моему, восхитительная спальня. Нет окна. Тут просто вырублена дыра в стене. Свежий воздух. Хорошо. А если серьезно, то я строил такие дома в тройке. Да, будучи не шестилетним. Справедливости ради, не совсем такие дома. Но суть та же самая. Смотри. То есть в четверке у тебя сим получает бафы к настроению. То есть мудлеты получше того, что ему уютно. Исходя из того, что он видит в каком-то радиусе. То есть большие комнаты не работают. Но в тройке все определялось предметами в комнате. И гигантская одна комната давала симу уют. Даже если он, например, находится здесь. А что-то крутое находится абсолютно с другой стороны. В четверке это работает не так. Но в четверке первый год, наверное, я продолжал строить по этим же принципам. Но на всякий случай, еще раз, тем, кто строит по заветам тройки. В четверке все зависит от расстояния. А, и видимости. И вот тут у нас небольшая история. Человек играет с модами с большим их количеством. Он говорит, что абсолютно все они, естественно, необходимы. Но типа какого черта произошло с Summer Holiday? Кто не понял, Summer сменила пол. Теперь это Sam Holiday. И, к сожалению, шуток из десяти, которые уже родились у меня в голове. Я не могу сказать ни одну. Потому что в половине из них люди подумают, что я зашоренный и категорически против. В другой половине законы Российской Федерации. Которые не дают положительно высказываться подобно. Поэтому просто, Sam Holiday. Насчет противостояний. Вы знали, что туалетную бумагу можно повернуть той неправильной стороной? Кто так делает? Вы, вы че вообще? Окей, это говорит человек, у которого туалетная бумага просто стоит. Типа, ты просто ее берешь. Зачем стену сверлить? Да, кстати. Где уважение к нашей, третьей стороне? Те, которые не вписываются в эти рамки бумага наружу или бумага внутрь. Где представительство нас? Серьезно, туалетную бумагу нельзя просто поставить в Sims 4. Я оскорблен. А чьи-нибудь еще дети сидят и читают Библию самостоятельно. Господи, что за темы на этой неделе? Вы решили? Как тяжело быть автором и шутить. Все обидятся. Я ничего плохого не имею в виду. Но посмотрите Рики Джервеса. С моей симки хватит этой Элеонор Салливан. И поэтому она просто подожгла. Так, во-первых, что по бубсам? Во-вторых, как можно просто поджечь человека? Вроде бы огнеметы в четверки еще не ввели. Есть способы внутри комнаты очень простые. Типа камин плюс ковер. Либо фейерверк внутри комнаты. Помните, как мы такое на стримах устраивали? Это в плейлисте, где я собирал самые мастеровитые ачивки, включая скрытые. Некоторые, кстати, на YouTube не могут этот плейлист найти. Он называется «Лучший игрок в Sims 4». Здесь 15 огромных стримов. В описании будут ссылки на спонсорку и на бусте. Там не только этот плейлист, там же дофига другого. Но да, это Элеонор безумно достает. Хорошо, что у меня она уже умерла. Наверное, плохо так говорить. Опять все обидятся. Хотя это Элеонор, никто не обидится. Нет, обидятся все Элеоноры. Черт. Короче, я что хочу сказать. Я играл одинокой симкой. И она реально названивает. Иногда два раза в день. С предложениями. Посторожить твоих малышей. Что вот как же ты так справляешься? А у меня нет малышей. Я вообще в пробирке детей выращивал в том челлендже. Вздыхает. Здесь ребенок, который ненавидит спать и ненавидит рано просыпаться. Ой, эти взаимоисключающие задачи. Я недавно поймал что-то подобное на свидании в Sims 4, где нужно было одновременно двоим находиться и в игривом настроении, и в романтическом настроении. А главное, что каким-то боком золото на свидании я все-таки нарулил. Я просто позволю обоим симам в этой паре забеременеть в одно время. Все будет прекрасно. Что может пойти не так? Ах, у нас сразу 4 ребенка. Подожди, 2 человека в паре беременны? У нас снова что-то на современном? Это шутки. Пожалуйста. Это... Они даже не обидные. И не смешные, но это другое. У-у-у, Wicked Wimps и прохождение Legacy. Это королевский музей нюдцев. Я в телеге оставлю. Ссылка на телегу в описании. Ну извините, я не могу показывать это на ютюбе, а показать очень хочется. Кстати, эти картинки не сохраняются обычным способом, так что приходится через фотошоп их прогонять для вас. Но чего для вас не сделаешь, да? Боже, какие усилия. Да он герой, картинку через фотошоп прогнал. Я знаю, ребят. Принимаю оплату лайками. И за этот лайфхак тоже. Пускай и не я его, конечно, показал вам. Это подводная печенька. Но на домике на дереве можно сидеть на пуфике. Как много на. Но не пуфик, а вот эта вот штука для медитации. Хотя нет, пуфик тоже есть. Отлично. Не прогадал. Да. Поезд здесь. Вау. Я не знал. Щеночек уснул в диких растениях. А по-моему, надо проверить пульс, потому что кажется, будто его закопали, и там уже все проросло. Но это было бы слишком жестоко для Симса. В холодильнике моего Сима обед от своих предков. И здесь показано, кто приготовил. Лили Кюрен. И если мы отмотаем, то это прямо предок. Или как у меня с тортиком, который я использую для того, чтобы целое поколение повзрослить через все стадии. А в будущем, надеюсь, там уже подсказали, что если торт в багаж положить, то он не будет портиться. То я одним тортиком смогу прогнать оставшиеся 7 поколений. Короче, да. Эта идея мне нравится. Как мне нравится GetVPN. Ты просто включаешь его в настройках и забываешь. Все просто работает. Главное, дешево. С тобой всегда на связи оператор, если вдруг что-то пошло не так, чего у меня, например, еще не бывало ни разу. И да, ты действительно забываешь о том, что VPN включен, просто потому что никаких потерь в скорости, никаких лагов. У тебя просто все работает. Мне кажется, это самое главное. По моему промокоду еще и 3 дня бесплатно можно бы пользоваться, затестить, убедиться, что я реально советую вещь, которую еще больше полугода назад купил себе на целый год. Но самое главное, как мне кажется, что при использовании VPN ты не даешь российскому YouTube умереть. Это не преувеличение. Если хочешь, мы в телеге об этом детальнее поговорим. Но сейчас я просто хочу сказать, что использование VPN действительно критически важно. без него российский YouTube стагнирует. Выпускаются все эти законы про рекламу. Это же тоже следствие этого. Короче, поговорим об этом в телеге. Но пока, getVPN, попробуй. Ты офигеешь. Очень круто, очень дешево. Я с ним, считай, уже с зимы сижу. И черт, тут написали, это наконец произошло. Я сначала подумал, что это без возвращающие деньги, но тут просто кого-то зовут на вечеринку. Это внезапно произошло. Я так понимаю, это вот то, что для достижения. Именно в смысле жизненная цель. Потому что у подростков там очень много действий, которые не работают, они сломаны, они очень-очень странно расположены. Или вот такие абсолютно рандомные вещи. Я так понимаю, что это про это. Потому что есть, мол, что у тебя позвони на вечеринку, тебе нужно сбежать через окно. Такое достижение. Спасибо за подписку. А насчет беста она действительно вам возвращает деньги. Я, к сожалению, уже удалил этот футаж. У меня не попало в один из недавних выпусков, где бест возвращает 25 тысяч. Действительно просто деньги приходят. Она тебя благодарит, говорит, что стартап заработал. Вот тебе половина моей месячной выручки. И все действительно хорошо. Черт возьми, это что за пост за постом, где все... Мы погрязли в телефонах. Потерянное поколение. Ха-ха-ха. У моего Сима случился инцидент. Бэмбл это... Ну типа играть в азартные игры. То есть ты рискнул и проиграл. Он почувствовал себя довольно неловко, потому что постарался легонечко пухнуть. И почувствовал... Ха-ха. В общем, произошел инцидент. Блин, я все чаще получаю коммент о том, что люди русский язык учат. О, как я R сказал. Русский язык учат по моим видосам. И такие, вау, спасибо. Мы не знали так многого. Например, что такое поцелуй Посейдона. Спасибо за еще одну подписку. Капец, как вовремя этот... Хотя про поцелуй Посейдона это международная тема. И не все русскоязычные, наверное, знают, что это такое. Не в тему сказал, получается. Блин. Искал своего кота или кошку и нашел со своей лошадью или с конем, которого зву спагетти. И вот почему у всех такая милота, а у меня лошади ведут себя не иначе, как вот так. Элеонор Салливан. Наконец-то. Мир. Ха-ха-ха. Черт, Салливан. Мой любимый барабанщик Джимми, Дреф Салливан. Он тоже мертв. Ну окей. В случае с Элеонор в вселенной произошел баланс. Насчет баланса. Нужно этот выпуск не сильно затягивать, потому что у меня самолет завтра с утра это еще смонтировать на Рэ. Большой выпуск для спонсоров будет. Намного больше. Просто не я его монтирую, а это сейчас нужно мне смонтировать. Так что спасибо большое вам. Надеюсь, вам понравилось. Челлендж будет продолжаться. Если не знаете, что за челлендж... Салливан.